И всем привет, ребят, с вами Мастер Баник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату, и сегодня у нас на аккаунте уже есть целых 97 кантов. А это значит, что сегодня у нас будет новое открытие. Все, что нам нужно сделать, это выполнить быстро три заданочки, получить 2000 кристаллов в закатку, набить 40 килов и собрать, либо прожать 10 нитрушек. И после чего мы вместе с вами делаем открытие соточки. Открывать сегодня я планирую по пятерочке эти контейнеры, поэтому быстро отправляемся в бой. Пикаем TDM, думаю, что дефолтный режим, дабы быстро выполнить заданку и долго это все дело не задерживать. Выполняем и летим открывать. Я изначально думал, что может быть вне видоса выполнить заданки и уже приступить к открытию контейнеров, но думаю, что можно все это сделать и в рамках видоса. Кто-то 100% заинтересован в просмотре Дикострайкера, поэтому посмотрим, что у нас сегодня здесь получится. Надеюсь, что полетит довольно-таки неплохо. Главное, чтобы карта была удобная. Ну, а карта у нас такая, где я точно 2000 кристаллов не получу, поэтому давайте лучше перепикнем карточку. Что касаемо наших прокачек, тоже надо посмотреть. Может быть здесь что-то у нас уже есть, что прокачалось и что нужно поставить на следующий шаг. Нет, вроде как все пока что еще у нас качается. Потихонечку кристаллы копятся, прокачки делаются. Ловкач уже у нас на седьмой шаг качается. Жига уже на десятый. И резист, который я качаю еще один пятый. Это резист от рикошета. Он уже идет на восьмой шаг на 43%. Дальше в планах у нас есть прокачка фреза до МК седьмого, потом прокачки до МК восьмого. Так как я себе на фреза уже получил устройство, а именно фриз подава. Я считаю, что это будет очень хорошее приобретение для этого аккаунта. Ну и когда мы сможем докачать ловкача до фула, то у нас получится дико фриз с ловкачом с подавой. Я считаю, что это очень хороший интересик, который точно будет работать. Ну а пока все так же шпилем на нашем дикострайкере. Жигу, конечно же, я уже прокачал на 10, ну можно сказать, 10 шагов. Но на ней я еще даже, мне кажется, ни одного боя здесь на этом аккаунте не играл. Да и смысла особо пока что в этом нету, пока у нас прокачка еще не полная. И пока у нас нету ловкача. Жига с бустером я не считаю, что она будет актуальна. Поэтому когда у нас уже появится ловкач флоу, тогда можно будет уже и на дико жижечке поиграть. Ну а если вам может быть интересно, то мы чисто в теории, чисто в теории, мы можем даже записать видос на неполном качанном, неполном качанном ловкаче и неполном качанной жиге. Видос с обзором на это устройство в рамках без донат аккаунта. Но сегодня у нас задачи немножечко другие. Нам нужно выполнить заданночки. Нетрушки я точно здесь прожму, 100%. В этом проблемы не будет. Единственное это 2000 кристаллов и 2000 крисов получить за полный бой. Ну, наверное, реально. Наверное, реально. Я считаю, что должно получаться. Поэтому стараемся. Летим ближе к вражескому респу. Здесь с левой зоны большинство респов имеется. Ой, противник перед мостом встал. И почему у меня нет прострела? Дико страйкера сейчас такой жесткий прострел, и я не попал. Пару выстрелов. Так, добавляем сюда по молодому человеку. Ой, рикошетик у меня залетел. Контентовый. Так, со мной уже тут здороваются. Давайте стараться, наверное, где-то чуть больше правую зону выдвигаться, чтобы уничтожать здесь противника и контролировать ситуацию. Так, добавим. Добавим. Хорошо, супер. Ну и право теперь можно запушить, запушить, запушить. Пантера, шафтик. Ой-ой-ой. Вот поэтому мне нужен резист от рикошета. Чтобы вот такие вот рикошеты мне ничего сделать не смогли. А чего у нас нету здесь? Здесь у нас вроде как нету шафта у противника. Ну, Теслы точно здесь нету, поэтому давайте мы возьмем рикошет. Рикошета резист. Хоть он у меня и не супер качанный, но я даже считаю, что 42% здесь мне может неплохо так подсаппортить и помочь. При том, что сейчас рикошетов у нас в матчмейкинге довольно большое количество встречается. Ну и против я минимум 3 штуки вижу. Поэтому здесь этот резистик мне точно пригодится и поможет. Но нам не мешало бы выиграть эту катку. Потому что если мы ее проиграем, то с большой долей вероятности я не выполню заданку. А если я не выполню заданку, то придется играть еще один бой. А еще один бой играть я крайне не хочу. Поэтому нам нужно здесь постараться 2000 кристаллов получить с этой замечательной катачки. И так, противничек здесь уже потихонечку пушит. Я еще довольно много выстрелов промахиваюсь, которые потенциально были бы на киллы и на дополнительные очки. Это, конечно, тоже плохо. Когда такие у нас промахи происходят, меня рикошет уже сливает. Так, прожимаем овердрайв. Зарабатываем дополнительные очки с прожатия. Плюс дополнительный килл. Еще один килл. Хорошо резист держит, кстати, против этого рикошета. Я даже думал, что он будет намного слабее держать. По итогу, неплохо так подсейвил меня сейчас. До этого без реза меня рикошет этот сбрил прям вообще бесшанцово сразу с ходу. Резов от страйкера три у противника. Ну, не сказать, что много. Но вся проблема в том, что у нас киллов очень мало на команда. Пока что киллов очень мало. Четыре килла... Четыре килла нас выигрывают. Падает по центрику овердрайв, который можно будет сейчас забрать. Мне сверху еще раз дают овер. Давайте пробую сразу выпушивать зону под этот овердрайв. И здесь бы еще бы прожать еще один овер. Еще бы прожать еще один овер. Едет ко мне тиммейт. Хорошо. Овердрайв ему я даю. И пушу сразу право. Сразу до конца на пушинге. Хорошо. Сливаем. Добавляем. Этот молодой человек играет с броненосцем. Поэтому его слить в такой ситуации намного-намного тяжелее. Ну и мы наконец-таки приравнялись. Хотя бы. Хотя бы уже на ничку вышли. 49-49. Неплохо. Но у нас тут даже может быть катка без досрочки. Офигеть. Катка в ТДМе без досрочки. Я когда пикал ТДМку. Я был уверен в том, что мы сейчас быстро эту каточку выиграем. С досрочечкой. И я спокойно пойду открывать контейнеры. Здесь нас закинуло еще и в катку, в которой надо немножечко попотеть. Попотеть. Постараться, чтобы выиграть. 53 килла. У нас противника 56. Хорошо. Хорошо. Надо контроль центрального овердрайва делать. Чтобы у нас было больше опций на дополнительные киллы. И здесь надо еще киллы добавлять. Печку вжимаем. Двух противников уничтожаем. Совсем скоро должен выпадать овер. Он уже начинает падать. Это хорошо. Но с киллами пока что все плохо. С киллами пока что все очень даже плохо. Прожимаем овердрайв сразу. Пробуем сливать сразу смоку. Перед мостом два противника. Хорошую на 2000 тычку. Добавляем по вас. Поуходим в сейв. И открываемся дальше под смоку. Даем еще тычку. И хотел я еще по хантеру дать. Но не успел. 20 на 8 иду я. По команде в целом конечно плохо. С моего клан тега. Молодой человек тоже хорошо играет. Красавчик. Навэлливает. Килочки делает. Но дальше в целом команда наша. Хорошего результата не показывает. К сожалению. Будет неплохо добавить по этому викингу с муководу. И там еще Тесла прожимает овер. И Хоппер прожимает овер. Ой-ой-ой. Но это плохо. Это очень-очень плохо. 70 на 75. Вот так вот мы то скручиваем этот отрыв. То потом резко противник опять вырывается вперед. В очередной раз. Справляемся на контроль центрального овердрайва. Остаемся в этой позиции. Дабы его здесь забирать. Хорошую тычку. Прусейдера с маке выдаем. Добавочку. На добавочку он не лезет. Хорошо. Ладно. Ждем оверку. Накидываем по вика Теслочке. Аптечку он вжимает. Дроповая ДАшечка. И хорошая добавочка. Овердрайв начинает выпадать. Мне овердрайв насыпает. Наш диктатор. И килы должен сразу сверху давать килы. Хорошо. Я добавляю ему сверху. Добавляю ему. Чтоб он под критами тоже поработал. И сам тоже стараюсь еще добавить. Есть добавочка. Отлично. Фланг прожимается. И теперь нужно добавлять урон. Нужно добавлять урон. Отличный ваншотик залетает. И здесь по Крусейдеру почему-то не регает урон. Что за бред? Почему у меня первый выстрел не зарегал? Ладно. Второй я там не попал. Но первый там был чисто в цель. Почему я не зарегал? Непонятно. 25 на 10 идем. 20 на 6 идет наш Соклан. Хорош. Красавчик. 20 на 7. Молодец. Не подставляет команду. И старается выиграть. Так. Давайте. Работаем. Работаем. Ребяточки. Работаем. Работаем. Еще надо чуть-чуть запотеть. Контроль центрального овердрайва делаем. Делаем контрольчик. Теслочка слева проходит. Может вернется на меня. Не. На меня возвращаться не будет. У вас пик. Уничтожается. Так. Прожимаем аптеку. И стараемся слить здесь сразу двух. Отлично. Один ушел. Второй ушел. Супер. 50%. Сейчас будет падать овердрайв сверху. Надо его тоже законтролить. Пикафриз прожимает овердрайв. Но при этом особо его сильно не реализует. Так. Овердрайв от Смоки. Отличный. Ай. Нет. Не отличный. Хоппер. Хорош. Красавчик. Молодчик. Прожил овер. Слил противника. Плюс. Не отдал им овердрайв. Это было неплохо сыграно. Так. У вас пик здесь справа есть. Можно его забрать. Это вообще фрифраг. Но я дважды уже не попал по нему. По большому сожалению. Еще хоппер открывается. Офигеть. Меня сейчас здесь набрили. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Сейчас там справа надо было килы делать. А я по итогу просто слился. 70% овердрайва. Мне бы по хорошему. Можно бы поражать бы этот овердрайв. И забрать еще овердрайв с центра. Было бы вообще супер. Было бы великолепно. Наш Викафриз пушит респ. Стараемся здесь Теслу забрать. Отлично. Тесла летит на респик. Хоппер откроется. Откроется. Конечно. Васпик. Васпик. Васпика забирает кто-то другой. Так. У меня 90%. Пантер открывается под пик. Добавляем. Добавляем. Супер. Сотка есть. И овердрайв надо раздать. На тиммейта. Хорошо. Овердрайв раздается. Сейчас будет еще дроповый овер попадать. Который нам надо тоже забирать. Обязательно. Заберем овер дроповый. То будет шанс на камбэчную. Пока что по киллам все. Но не есть хорошо наверное. Так. Оверка. 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 Уже должна падать по идее. Улетает. Отлично. Хорошо. И надо теперь ее забрать обязательно. Чтобы ее не забрал здесь викинг летящий. Ой-ой-ой. Как же это было плохо. Ладно хорошо. Он оверх в пустую прожал. Сливаем его. Так. И вот этого молодого тоже сливаем. Супер. 16-15. Ну супер ультрапотная катка. Но пока что боремся. 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 Давай еще добавляем. И еще добавляем. И справа. Добавляем четверочку контентовую. Хорошо. Хорошо. Овердрайв у нашего диктатора. Супер. Так. Нужно добавлять киллы-килы-килы. Выходим уже вперед. Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Добавить здесь. И добавить сюда. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Добить-добить-добить. Сосуля. Ой, какая противная сосулька залетела. И аптечку чуть рано прожал я. Чуть попозже божал. Было бы вообще супер. Плюс 10 киллов. Плюс 10 киллов. Пойдем. 56 процентов овердрайва. Совсем скоро будет выпадать овердрайв на центре. Поэтому можно сделать акцент на него и чуть-чуть здесь в контролинг сыграть. Либо слить викинга. Добавить по еще одному. А тут мне Тесла залетела под овердрайвом. Очень больнючая. Ну ладно, 10 киллов есть отрыва. Надо не растерять этот отрывчик. Надо добавлять киллы. Надо контролить этого викинга, который сверху всегда выпрыгивает на овердрайв. И выпадает как раз таки овер. У меня 85 процентов по идее может забирать наш тиммейт овердрайв. У меня уже процент очень хороший. Вам не 98? Нет! 109, 100? Маля. Ну давай-давай, братанчик, жми. Жми, 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 жми. Ну жми, братанчик, ну. Хорош, красавчик. Красавчик вам нажал. Так, теперь я добавляю килл раз. Добавляю килл два. Выжимаю добавочку на овердрайве. Вжимаю еще один овер. Выжимаю добавленный килл. И добиваем ластового. Супер. Очень хорошо сыграно. И 2400 я получил в такой потнющей катке. Как говорится, не зря запотело. То иначе бы даже 2000 бы здесь не заработал. Все. Все заданки выполняем. За такое сразу лайкозавр. Что я даже, ну, ребяточки, запотел. Чтобы двоечку получить. И чтобы у нас троечка контейнеров плюсанулась. Ну, а теперь после такого можно сразу попятише давать контейнеров, которые должны, ну, что-то интересное нам преподнести сегодня. Я надеюсь на какие-то интересные свечения. Потому что если сегодня ничего здесь жесткого не будет, то это будет как-то грустно. Как-то даже, я бы сказал, очень грустно. Надеюсь, хотя бы на одно золотое. Первое фиолетовое поехало. И это викинг с иммунитетом от оглушения. На диктатор бы что-нибудь дропнуло. Было бы еще интереснее. Но, в принципе, первый фиолет есть. Это уже неплохо. Смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас падают кристаллы. Кристаллов чем больше упадет, тем лучше. Это факт. Потому что крисы мне сейчас нужны. На прокачку вооружений даже очень много нужно крисов. Поэтому копим. Еще раз копим. Совсем скоро уже будет ДРТО. И на ДРашечку, ну, нам хотя бы какие-нибудь полмиллиончика лишних бы очень даже пригодились. Но пока я никакими полмиллиончиками похвастаться, к сожалению, не могу. Потому что крисов мало. И я на постоянной основе еще и трачу эти крисы на прокачку. Поэтому, ну, как-то так, знаете, не совсем все круто. Но мы надеемся на что-то интересное. Мы даже больше акцентируем внимание на какие-то устройства. Пусть это будет устройство. Кристаллы, в принципе, и так фармятся. И с миссией, и с заданок, и с всего чего. Ух ты, нифига себе, линия хорошая. Пятибельная линия контентовая. Ну, в принципе, пятерочка должна что-то интересное нам сегодня преподнести. Пока что, конечно, ничего такого жесткого я здесь не вижу. Одно фиолетовое? Всего лишь! Всего лишь одно фиолетовое. Это мало. Ждем золотое. Ждем золотое. По 10 тысяч кри. Икс 2. Пересталлы. Это хорошо. Но хочется увидеть что-то крутое. Что-то крутое. Миночки. И... Фиолет второй. Краска радиолокатора. Ну, ладно, локатор. Конкретный локатор упал. Хорошо, хорошо. Локаторочек дает нам бабусик. Бронечка. И ДДшки. Хорошо. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Интерес какой-нибудь. Может быть, сейчас интерес. И... Интересик. Ну, 10 тысяч кри. Такой себе интерес, если честно. Но мы все равно надеемся. Сотки пока что в последние разы мне всегда падало золотое свечение. Хотя бы одно. И это не может не радовать. Пока что у нас с этих контейнеров только два фиолетовых свечения. И ни одного золотого. Из синего нам пока что дропали только кристаллы. И мне кажется, что в синем у меня еще какие-то предметы оставались. То есть, в теории, вместо кристаллов... Вот, например, такая краска, как краска тайга, может еще падать. А кристаллы мне все время сыпали. То есть, до сих пор там красочки какие-то остаются. И они не дропают. И... Фиолет. Третий фиолет. И это кемпер. Кемпер. Дрон, конечно, когда падает, это хорошо. Потому что дроны все-таки сейчас кристаллов хороших стоят. Но была бы необходимость в этих дронах. Необходимости в этих дронах нету. Греция падает. Хорошо, Греция. Греция пусть остается. Это Греция. Нам надо какой-то интерес. Интересик. Может сейчас интересик. И... Фиолет. Где-то около 100 тысяч кристаллов. Где-то около 100 тысяч кристаллов. 4 фиолетовых свечения. Из них пару устройств, которые мне не нужны. Одна краска. Один дрончик. И эффект выстрела на гаусс. В целом, наверное, не самое плохое открытие. Но и не сказать, что самое хорошее. Вы видите, сколько у меня здесь в синем свечении еще есть всякого разного дропа. Но мне на постоянной основе падает... Кристаллы. И падает ремочки. Странно. Максимально странно. А здесь всякие реально интересные устройства адреналиновские есть. Которые мне могли бы и сыпануть. Но! Они почему-то не падают. Странно. Но оно так и есть. Пишите, что вам падает из контейнеров. Насколько у вас хороший дроп. У меня вот примерно такой. Поддерживайте видос лайком. Если вам нравится открытие контейнеров, вы выходите их видеть. Чаще. Но у нас вот такая вот получилась соточка по пятерочке. Следующее открытие у нас будет по пятнашке. Поэтому наваливаем лайкозавриков. Подписываемся на канал, если еще вы вдруг на него не подписаны. И в скором будущем мы будем делать уже следующее открытие. Ну и также, друзья, не забывайте про тег создателя контента. Который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. Насчет розыгрыша вся информация есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.